Вслед за пенсионерами, обещанные руководством Гагаузии надбавки в размере 2000 леев, начали получать и бюджетники, проживающие в автономии. Люди очень рады такой поддержке, тем более обещано, что она будет носить регулярный характер. Некоторым работникам одного из детских садов села Кангас деньги на счет уже поступили. Так что у меня муж когда имеет работу, когда нет, для нас, для сельских, это, наверное, для всех очень большое подспорье. Большое спасибо всем, кто нам дал эти деньги. Хочется надбавки, хочется, чтобы нам увеличивали зарплату, потому что, как и каждому жителю нашей республики, страны, услуги дорогие. Очень обрадовались, когда услышали, что будут эти надбавки. И думаю, что мы их дождемся. С СМС-сообщение было, но я еще ничего не успела получить. Это очень хороший подспорье. Помощь. Ну, надбавка 2000 леев, я считаю, что для людей, проживающих в Гагаузии, это очень хорошая надбавка. Средняя зарплата воспитателей в детских садах автономии составляет 6000 леев. Технический персонал получает не более 4000. Выплата ежемесячных надбавок пенсионерам и бюджетникам – одно из предвыборных обещаний Башкана Евгении Гуцул. И команды Илона Шора в рамках целого ряда социальных программ, которые финансируются из внебюджетных средств при поддержке меценатов. Предоставление помощи от партнеров и инвесторов, по словам Гуцул, стало возможным после подписания руководством Гагаузии соглашения с одним из крупнейших российских банков, который открыл для жителей автономии специальные счета. Ранее Евгения Гуцул заявляла, что ими смогут воспользоваться около 25 тысяч человек. 20 тысяч из них – пенсионеры, 5 тысяч – бюджетники. По данным властей Гагаузии, до 1 мая материальную помощь в размере 2000 леев получили более 40% пенсионеров. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ